активного времени но я не знаю даже полчаса наверно не было посмотрите какая красота какая прелесть всем привет дорогие друзья я сегодня готова свиную грудинку обалденнейший рецепт очень вам советую попробовать как всегда рецепт оставлю вам под видео вот здесь у меня кило 200 свиной грудинки шкурку я не сняла я сниму ее потом как видите на она не очень хорошо почищена я купила ее у мясника но не очень хорошо почищена поэтому потом мы с вами и с ними сначала грудинку нужно будет сварить готовить грудинку я буду вот в такой кастрюле в широкой в которую она полностью поместится и будет покрыта водой здесь у меня промытая шелуха лука сухой укроп и у меня была вот такая одна грустная красная луковица я решила туда ее тоже бросить если нет красной возьмите любую луковицу и порежьте ее на части тоже туда ее бросьте мои у них или грудинку им прямо уже вот не терпится сюда нужно добавить перец горошком я не жадничаю добавляю вот такую столовую ложку здесь у меня смесь разных перцев советую вам тоже приготовить я покупаю все перцы отдельно какие встречу вот был красный зеленый душистый перец черный перец я купила все это по отдельности и потом в баночке все смешала сначала это была смесь перцев ну когда она закончилась я сделала сама вот здесь у меня литр воды туда я уже добавила соль и перемешала сделала это я только для того чтобы точно взвесить все продукты положу сюда грудинку как видите она у меня не покрыта рассолом сюда нужно еще примерно ну сколько наверное как минимум пол литра сейчас я приготовлю еще рассол и добавлю сюда чтобы полностью грудинка была накрыта ну что друзья догадайте что я сделала конечно забыла включить камеру ну вот видите у меня здесь грудинка полностью погружена в рассол я добавила лавровый лист смесь перцев и у меня вот такой бесхозный кусочек болгарского перца валялся я его тоже туда бросила если есть острый перец положите острый перец но имейте ввиду что мы потом будем эту грудинку еще мариновать поэтому это не принципиально можете положить сразу нужно положить и потом вот и все ставлю грудинку на огонь и буду варить 1 час 10 минут с момента закипания примерно час на килограмм весом у меня за скило 200 ну еще минут 10 добавлю может быть 15 минут посмотрим как пойдут дела грудинка у меня как видите не очень толстая ведь я думаю час и 10 минут вполне достаточно все друзья встречаемся позже пока у меня варится грудинка давайте приготовим маринад количество маринада зависит от величины вашего кусочка мяса а составляющие зависят от ваших личных предпочтений я взяла чеснок у меня вот такой вот знаете пюре который мне нужно закончить и вот сейчас я наверное это сделаю здесь сколько примерно 2 чайные ложки если любите чесночка побольше добавляете побольше возьмите обыкновенный свежий чеснок и продавите его через чеснокодавилку или блендере или как вам угодно ну вот все кстати вот такой пюре очень очень удобно вот у меня ложечка не помещается сюда поэтому взяла другой поменьше но она совсем маленькая поэтому берем две ложки я очень люблю паприку вы наверное это уже заметили особенно если смотрите мои видео регулярно вот это острый каенский перец я возьму наверное вот так пол ложечки все это перемешиваем добавляем совсем чуть-чуть растительного масла только для того чтобы вот эта масса у нас стала пастообразной чтобы ее было легче намазывать на мясо смотрите что пенка не убежала я кстати пенку не снимаю потому что в принципе не бульон не нужен поэтому я просто потом вылью и все буквально одна чайная ложечка понадобилась вот для этого для этого количества продуктов можно добавить чуть-чуть черного перца буквально для запаха и если любите поострее добавьте побольше острого перца вот и все друзья пусть это постоит пока наша грудинка не будет готова я думаю вот этого количества достаточно ну вот друзья мясо закипела кстати признаюсь вам друзья у меня были вот такие кусочки еще грудинки уже порезанные муж купил случай случайно не сразу понял что я просила поэтому купил вот такие нарезанные кусочки грудинки видите я их тоже сюда бросила пусть они тоже здесь варятся вот здесь их несколько кусочков ничего страшного попробуйте обязательно рассол на вкус и смотрите чтобы он был вот так я сказала чуть-чуть пересолен такой знаете чтобы недосоленная грудинка это невкусно сразу предупреждаю мне кажется что недосолена я добавлю еще по одной чайной ложке соли на каждый литр воды вот так смотрите здесь у меня два литра воды ну вот без большой горки если у вас грудинка будет недосолена ничего страшного вот в тот маринад который мы с вами уже приготовили и который мы будем смазывать грудинку можно будет потом добавить немножко соли так что ничего страшного в принципе нет все на низком огне сейчас накрою вот так крышечку и на низком огне буду варить час и десять минут вот с момента закипания ну все друзья прошел час и десять минут у меня стоял таймер и мясо готово посмотрите как она выглядит вот видите цвет от шелухи такой темный теперь это маленькие кусочки тоже так теперь я выключу плиту и дам мясу остыть прямо в этом рассоле как только мясо полностью остынет будем смазывать вот этим приготовленным маринадом до встречи ну вот мясо моё готово остыло вы знаете я она очень плохо опалено а мне нечем было опалить поэтому я попыталась вот здесь счистить но ничего не получается друзья поэтому я шкуру сниму конечно очень жаль потому что шкурка конечно тоже вкусная должна быть но я ее сниму и придется ее выбросить так что хорошо очищайте опаливайте свою свой кусочек грудинку и чтобы вот знаете не выбрасывать часа вот это отрежу я думала что я ножом смогу просто счистить видите попыталась но увы ничего страшного в следующий раз просто будем как бы внимательней во первых а во вторых нужно накупить паяльник и попытаться дома вот так вот все это делать так мясо нужно насухо вытереть так что-то я плохо подготовилась аккуратненько вытираем вот эти кусочки которые были отдельно продавались они конечно нормальные все теперь нужно вот этой пастой хорошенечко намазать кусочки вот прямо тоненьким слоем со всех сторон как моя ломится хорошенько от всей души вы знаете мне кажется нужно чуть-чуть побольше перца поэтому может быть сверху еще посыплю смотрите сколько было у меня мясо и сколько вот этой пасты мне кажется вполне достаточно вот так теперь мясо нужно завернуть в пленку и дать ему хорошо настояться давайте сначала маленькие кусочки слушаем нужно перчатку снять уже чтобы было легче а то руки грязные все вот так плотненько хорошо заворачиваем смотри как она ломится все и ставим в холодильник на 12 часов до утра утром будем пробовать ну что прошло уже конечно больше 12 часов мясо у меня пролежало в холодильнике всю ночь сейчас уже вечер и давайте попробуем что у нас получилось я специально надела перчатки так с этой стороны порежем и посмотрим и попробуем слушайте какая красота аромат просто обалденный я надеюсь что вам было хорошо слышно потому что я забыла все включить микрофон посмотрите ну во первых вот эта сторона где я сняла кожицу тоже очень красивая посмотрите друзья какая прелесть аромат просто обалденнейший чудесный аромат даже представить не можете как вкусно это пахнет очень вам советую очень вам советую приготовить на праздники на новый год я вам гарантирую что вы не будете больше покупать грудинку в магазине это просто обалденно это очень вкусно берите друзья такой кусочек чтобы было побольше мясо слушайте я все это запачкала руками будет некрасивая фотография но уж простите меня еще раз повторюсь друзья берите свои любимые специй свои любимые травы и у вас будет такая грудинка которую вот именно вы любите сделайте пару раз но смотрите сколько времени я потратила просто сварить и охладить это мясо потом намазать его специями буквально активного времени но я не знаю даже полчаса наверно не было ну все всем хороших праздников до связи друзья всем пока а а